Продолжит нашу программу сюжет из недавно образованной Нижнетагильской епархии. Ее правящий архиерей, епископ Нижнетагильский Серовский Иннокентий, провел в епархиальном управлении пресс-конференцию, чтобы рассказать представителям средств массовой информации о достижениях новой епархии и наметить планы на ближайшее будущее. За последнее время в Русской Православной Церкви было создано свыше 30 новых церковных кафедр. Как неоднократно отмечалось патриархам, сокращение размера прежних крупных епархий позволит архиерею с большим вниманием относиться к нуждам приходов, к развитию приходской работы по важнейшим направлениям – миссии, катехизации, религиозному образованию, работе с молодежью, социальному служению. Наконец, это позволит свести на нет понятие церковной провинции. Одной среди множества вновь созданных территориальных церковных подразделений стала епархия в Нижнем Тагиле, вошедшая в состав новообразованной Екатеринбургской метрополии. Церковь, как вы знаете, от государства отделена, но она не отделена от общества. И нам глубоко не безразлично то, что происходит в этом обществе. Епископ Иннокентий только в августе прошлого года прибыл на кафедру, но уже установил добрую традицию общения с представителями средств массовой информации. На пресс-конференции он рассказал о проблемах, с которыми столкнулась епархия, и озвучил приоритетные направления ее деятельности. В новообразованной епархии пока нет ни одного православного образовательного или социального учреждения, я имею в виду гимназию или детский дом. Вот одна из первых задач создания гимназии православной. Помимо создания гимназии, в сотрудничестве с Нижнетагильским училищем прикладного искусства планируется создание иконописных и реставрационных классов. Владыка также поддерживает художественную школу Новоуральска. Весной там пройдет епархиальная выставка. Большое значение придается вопросам семьи и воспитания. В марте в Нижнем Тагиле будет проведена демографическая конференция «Семья России. Судьба России». Второе важное направление работы – создание новых храмовых сооружений для прихожан. Пока еще многие из них вынуждены собираться, как в эпоху гонений, в местах с абсолютно другим назначением. В храмах очень много расположено у нас в приспособленных помещениях детских. В детском садике есть, в трансформаторных будках, есть в каких-то полуподвалах, в каких-то зданиях магазинов. В общем, в самых разнообразных помещениях. Помимо приходских храмов проектируется строительство духовного центра. Храм в честь святых Петра и Февронии, частица мощей которых прибудет в Нижний Тагил из Мурома, в будущем образуют комплекс с созданием епархии. Наряду со строительством храмов есть и другая большая проблема – кадровая. Епархия испытывает недостаток священнослужителей. Владыка отметил одну из важнейших задач для нынешних пастырей и тех, кто лишь готовится к этому служению – катехизация населения. Священники участвуют в курсах повышения квалификации для педагогов, призванных преподавать детям основы православной культуры. Основа православной культуры – это прежде всего предмет культурологический, который призван, чтобы человек, ученик получил действительно какие-то объективные знания. И очень многие такие вопросы, которые у него были неразрешимы, они становятся понятными. Тагильский край – это богатая православной историей часть русской земли. И несмотря на временные трудности, которые испытывает новая епархия, есть уверенность, что найдутся люди, готовые помочь в ее становлении, что с Божьей помощью православная традиция крепнет не только в кафедральном граде,